Приветствую вас любители высокоточной стрельбы, пневматики. Недавно я делал обзор этих сошек, и они стояли на винтовке стрелка. Дело в том, что уже был обзор на эту винтовку, но как-то у меня по фидбэку были резко негативные отзывы. И сейчас как раз мне пришли две стрелки новых из последней партии, и я решил сделать такую обратную связь по этой винтовке. То есть взять всю вашу критику, которая была высказана, и в резко негативной форме, и в позитивной форме. Также у меня есть обратная связь от владельцев данной винтовки, и пару винтовок я уже пристраивал на комиссии. То есть были... Поэтому в принципе есть что вам рассказать. Прежде чем с вами переместимся в мастерскую, где я прям по списку отвечу, более детально уже поговорю про настройку этой винтовки, я бы хотел обратиться к ждунам, которые ждут эти изделия, потому что меня просили сделать обзор там, отстрелы какие-то. Я по возможности, конечно же, постараюсь это сделать. Но у меня есть всего сейчас два дня, чтобы две ваши винтовки настроить, чтобы на следующей неделе их отправить. Потому что график уже настолько плотно расписан, что задерживать у себя ради съемок я считаю нецелесообразным. Поэтому что покажу, то покажу. Меня просили отстрелять на 100 метров, многие просили это сделать. Но, к сожалению, это не получится. Потому что опять ветра 6-8 метров в секунду. Антирекламу винтовки делать я не хочу. Да и мне просто стрёмно стрелять на 100 метров. Настолько холодно и мерзко сейчас. Вот это вот межсезонье, когда снега еще нет, но идут вот эти ветра. То есть все хмурится, хмурится, хмурится. Мы ждем снега, и его все еще нет. Поэтому на улице съемки делать очень сложно. Покажу я вам в любом случае конечные результаты отстрела, потому что отстреливать их буду по-любому. Но, скорее всего, в этом помещении, которое я вам показывал, будут отстрелы. Вот пришло нам два изделия. Смотрите, какая красавица у нас в дереве. Это шестерка. И будет у нас пятерочка. Будем заниматься ими. Так, а это у нас стандарт пятерка. И здесь установлен вынос подсошки. Ну, начнем работу, пожалуй. Сейчас пришло две винтовки. Шестерка и пятерка. Вот пятерка стандарт у меня за спиной. Она в пластике. Видите, стоит вынос для сошек. Оптика маркуловская. Три на восемнадцать. Кстати, очень гармонично все это дело смотрится вместе. И владелец, я думаю, будет доволен. Хотел бы сказать пару слов по концепции применения этой винтовки. Потому что, как только она появилась на рынке, почему-то некоторые решили, что это чисто спортивная винтовка и стали требовать от нее какие-то спортивные результаты. Я по ОСМ вам могу сказать, что эта винтовка чисто охотничья. Хоть она регулируется в широких пределах, но здесь достаточно жесткий ударно-спусковой механизм. И, допустим, некоторые владельцы так и не смогли с этим смириться. И винтовка была продана именно по причине того, что мягкий спуск настроить не удалось. То, что хорошо и отлично работает на охоте, в спорте просто не работает. И те, кто собирается покупать эту винтовку, использовать ее для спортивных мероприятий, я бы рекомендовал все-таки вам обратить свой взор на другую винтовку. Если вам нравится именно концепция от Симпакта, возьмите тогда Сибирь. Потому что в Сибири Дмитрий Шейко офигенные результаты получал. Да, там у него перествол был, конечно. Ну, там у него, по-моему, 420-й 5Р ствол поставили. На тот момент он только появился, и вот он его сразу застволил в Сибирь. В Сибирь у него стреляет великолепно. Поэтому, если вот именно концепт спортивной винтовки, то берите Сибирь. Здесь все-таки спуск жестковатый, сухой. Ну, у производителя есть свое видение идеального спуска. Не всегда оно совпадает с мнением пользователей. Это тот момент, который я бы хотел сразу вам отдельно обговорить. А остальное мы уже с вами детально обсудим далее. Также я вам не показывал винтовку в дереве. А шестерка как раз в дереве. Она, мне кажется, намного прикольнее смотрится, чем в пластике. И всегда можно докупить отдельно все это дело. Здесь такой вот простой вид, а-ля кочерка, как все называют. То есть простой, лаконичный, без переплат, как говорится. Винтовка работает на все деньги. Если хочется некого лоска, то производитель позволяет вам добавить этого. Щечка и деревянная ложа смотрятся очень интересно и дорого, как мне кажется. То есть переплата стоит того однозначно. По поводу кучности вообще претензий не было ни к одной из этих винтовок, сколько их через меня прошло. И в калибре 5.5 и в калибре 6.35 они стреляют великолепно. По поводу настройки скажу вам далее. С вашего позволения давайте мы переместимся в более теплое и комфортное помещение. Да, в последнее время я там уже примелькался. Но мне реально холодно и стрёмно снимать сейчас на улице. Ну что, мы добрались до мастерской. Сейчас перед вами стрелка в деревянном ложе, в Ореховом. Выглядит, конечно, классно. Я также поставил ее на сошки. Здесь стоит вынос. Мы попозже все это поближе с вами посмотрим. Вынос под сошки я покажу вам. Снимем кожух модератора, потому что спрашивали, как выглядит модератор. И еще просили замерить общую длину. Вот сейчас я измерю лонг. 81,5 см от кончика модератора до затыльника. Это лонг версия. Ну давайте стандарт теперь измерим. 70 см. Высоту с прицелом 20 см. По башенкам 27 см. Ну вот если вы чехол выбираете, то вам нужно, значит, 75 на 30 см. В комментариях там писали, нахера делать настройки, если производитель настройку нужную сделает с завода. Да, он может вам сделать настройку нужную с завода. Если вы не хотите пользоваться чьими-либо услугами, моими или еще кем-то, вы можете заказывать без каких-либо настроек, либо там указывать по желаниях. Вам сделают среднестатистическую настройку. Я занимаюсь прецизионной настройкой, то есть подбираю кучную скорость под конкретную пулю, под конкретный экземпляр и отстреливаю их. Если вам это не нужно, вы считаете, что можете это сделать сами, ради бога, никто вам ничего не навязывает. Тем не менее, настройка заключается в подборе кучной скорости. Если надо, изменяются параметры редуктора. Позоредукторный объем здесь достаточно большой, что позволяет в широких пределах менять настройки. Так, сейчас я с вашего позволения открою списочек тех комментариев и пожеланий, что я записал себе. Так, на сегодня это видео собрало больше 20 тысяч просмотров и всего 34 дизлайка. Не мог бы сказать, почему так мало, если не сказать вообще нет видео со стрелами и отзывами от простых пользователей. Наверное, потому что этих винтовок продано не очень много. По сравнению с теми же масштабами, ну не знаю, Гана, калибр Гана даже, Атамана. То есть винтовка не массовая, в масс-маркет сегменте не представлено, про нее мало кто знает. Ну, наверное, с этим это связано, что ее очень даже немного на руках. И плюс не каждый пользователь изделия считает важным выкладывать какие-то мишени. Ну, вот я думаю, с этим связано, а не от того, что они хреново стреляют, как здесь, я так понимаю, подразумеваются данные. Эти колбы смотрятся, как бельмо на глазу. Вся эстетика коту под хвост. Я не согласен. Колбы, в принципе, смотрятся, как бельмо на глазу, как инородное тело, потому что эстетика у колбы, она вообще никакая. Кстати, в композитном варианте колбы смотрятся лучше. Сама по себе колба, она не эстетична. Но в данном форм-факторе все это выглядит достаточно уместно и вписывается в концепцию изделия. Я считаю, что вот именно Стрелка, Сибирь, FX Impact, они выглядят очень хорошо. Также с деревянным ложем есть винтовки в формате карабина. Они тоже выглядят более-менее нормально. И совсем не эстетично с колбами выглядят изделия других фирм. Я не буду сейчас называть каких, но я думаю, понимаете, о ком идет речь. Сама по себе попытка засунуть куда-то колбу, это всегда компромисс между функциональностью и внешним видом. То есть нужно вам большее количество выстрелов, выбирайте колбу. Но, как вы понимаете, Стрелка без колбы, в принципе, невозможно. Да и трудно ее себе представить. То есть сама концепция винтовки обыграна вокруг колбы. Я считаю, вполне себе эстетично она смотрится. Разбери ствольную коробку. Пускай кулибины подумают, как сделать нормальный передний взвод. А то Юрий сделал шпингалет за 7,5 тысячи. Что-то замкнуло у гения. Сделай доброе дело. Еще раз говорю, разбирать винтовку на видео я не вижу никакого смысла. Переходите на канал. Первоисточник Юрий имеет свой канал. Ссылочка будет в описании. Там есть полная разборка, обзор конструкции. Нахрена мне изобретать еще что-то? И зачем это показывать, если есть уже видео? Вы не можете щелкнуть, что ли, или вас в гугле забанили? Эту претензию вообще, я считаю, необоснованной. Но вот ее мне раза 4 предъявили. Какого хрена ты ее не разобрал на видео? А зачем ее разбирать на видео? Купи да разбери, сделай видео. Я не считаю, что в обзоре должен быть разбор. Да, понимаю, что там Сибирь. Я показал конструкцию, но извините меня, Сибирь мне прислали там чуть ли не в виде запчастей. И мне пришлось ее собирать самостоятельно. У меня была возможность ее вам показать полностью. Плюс на другом экземпляре я менял там деталь клапана, седла клапана или что-то такое. Там изменили конструкцию, чтобы не поддувало в щеку. Мне прислали деталь, и я ее менял. И тоже для того, чтобы ее заменить, пришлось разобрать винтовку. Я показал обзор конструкции. Здесь я не буду ничего менять. Если будет какая-то там оказия, мне пришлют ее там на ТО или на ремонт гарантийный, тогда да, я покажу. Но специально разбирать винтовку для того, чтобы угодить там 3-4 пользователям, технодрочерам так называемым. Извините, я не буду этого делать. Вперед, переходите по ссылкам, смотрите, задаете вопросы, попросите, телепаете Юрия, чтобы он там показал устройство. Что здесь такого сложного в этой коробке? То, что рычаг вот этот он сделал, мне тоже он не нравится, и я его и не видел, кстати, ни разу. Ни на одной из проданных мной винтовок он не ставился. Поэтому да, ну кому-то нужен передний взвод, вот вам сделали. Ради бога, это костыль, самый настоящий. По сравнению с той же Сибирью, ну понятно, что куда клонят люди. То есть они хотят взять Сибирь, но дешевле и без соленоида. Ну, извините. По мне так вот рычажный взвод здесь выглядит очень интересно, и я не вижу смысла никакого заморачиваться с этими шпингалетами. Тем более, ну не навязываю никому свое мнение. Нужно вам быстро повторить выстрел. Конечно, без переднего взвода здесь это сделать будет очень сложно. Опять же, или функциональность, или эстетика. Выбирайте сами. Что-то так интересно понял. То можно 60 грамм настроить, то нельзя. Мне, конечно, нафиг не нужна, но все же, куча действительно огонь. По поводу спуска. Да, копий наломано немало, скажу я вам. У меня один из клиентов отказался от данного изделия, несмотря на всю его предрасположенность к данному форм-фактору, именно за счет УСМ. Он настроить не смог так, как хотел. А хотел он так, как на Тамани. Не получится это настроить. Спуск здесь все-таки больше к охотничему. Хотя по усилию там что-то можно сделать. Но, опять же, говорю, сухая спичка. Не всем это нравится. Но есть люди, которые, если такой спуск не имеют, то они очень сильно расстраиваются. И могу вам сказать, что большинство таких именно людей, которым нужен спуск, как он представлен в данном изделии. В таких бы обзорчиках неплохо было бы, как вишенку на торте, сказать в конце цену. Хотя бы от производителя. А так, очень интересный девайс и хороший рассказ о нем. Это комментарий про то видео. Цена была тогда 65-69. Я, опять же, не вижу никакой проблемы найти информацию о цене. Забиваете винтовка, стрелка, купить. Попадаете на сайт Наташи. Наташа у нас как диспетчер. То есть можно заказывать у нее. Да, меня там в списке нет, но обещают это поправить. Опять же, это не приоритетная задача. И мне это не мешает продавать эти изделия. У нас свободная страна, свободный рынок. Выбирайте, кто вам больше нравится. Скажите, а что дает наклон мостика? Хотя бы вкратце. Наклон мостика позволяет вам решать две задачи. Первая задача. Если вы заморачиваетесь с обнуленным прицелом, то наклон мостика позволит вам поставить обнуленный прицел на дистанцию 50-70 метров. Без особых плясок с бубном. Если наклонного мостика нет, то, как правило, с пневматикой возникают проблемы с установкой обнуленного прицела. И нужно колхозить кучу прокладок, чтобы это все сделать, либо покупать регулируемые кольца. Это первый момент. Второй момент. Он позволяет вам увеличить диапазон поправок в вашей оптике. Особенно, если она недорогая. Допустим, типичные прицелы на дюймовой трубе. Вот, допустим, какой-нибудь... Ну, это не дешевый прицел, это люпальт-загонник. Но, тем не менее, он тоже на дюймовой трубе. Запас поправок у него маленький. Для того, чтобы увеличить запас поправок, имеется в виду диапазон регулировок барабана вертикального, используются наклонные мостики. И вы без проблем сможете пристрелять. И плюс у вас есть диапазон поправок, чтобы по кликам на те же 120 метров спокойно работать. Здравствуйте, модератор до каких скоростей комфортен? Модератор здесь очень хорошо работает. Большой объем. Очень классная конструкция. Продуманная. Она достаточно простая, но надежная и эффективная. Ну, давайте снимем сейчас кожух модератора и посмотрим, как же он устроен. В прошлый раз я не показал этого. Так, давайте камеру сюда чуть поставлю. Вот у нас гайка натяжки ствола. А здесь у нас модератор. Как видите, камеры расположены в виде чипсов. Конструкция очень похожа на ту, которая была у Сибири, поэтому я не посчитал нужным в том обзоре стрелки. Снимать кожух и показывать. Все то же самое. Вот гайка натяжки ствола. И видите, какой объем. Поэтому модератор работает очень эффективно при такой конструкции. Петр, расскажи, какие, на твой взгляд, есть плюсы и минусы колбы? Многие производители по-прежнему делают решение без колб. Плюс, очевидно, это увеличение количества выстрелов. Больше плюсов здесь нет. Какой здесь плюс? Про эстетику и внешний вид мы уже с вами поговорили. Это цена за то, чтобы у вас было вдвое больше выстрелов, чем обычно. Ну а сейчас давайте постреляем на 50 метров. На 100 метров, если будет погода, я постреляю. Так, стрелка пятерка, 50 метров. Так, стрелка пятерка, 50 метров. Так, ну что, постреляем шестеркой 50 метров на 100. Ну вот такая группа получилась с одним отрывом. Если бы сюда уложить его, то было бы все очень шоколадно. Но для видео надо ехать в коровнике. Опять же, холодно. Снимать особо нет смысла. И на 100 метров я попробую шестерки отстрелять тоже. К сожалению, пурга поднялась. Типа снег. Свалили мы со стрельбища. Постреляли там еще сайги. Не получилось в коровник поехать. Нет никакого желания. Но в принципе здесь, вы знаете, группы-то нормальные получились. И я пострелял шестерки на 100 метров. Группы на 50 получились очень хорошие. Вот у меня пристрелочные мишени. Тут две группы. Одна на видео, которая вот эта. А здесь мы оптику пристреливали. Но тоже неплохо получилось. Там еще одна была соседняя мишень. Та не сохранилась. Там была третья группа. Она тоже такая же. Но вот здесь явно субминута. Шестерки. Пятерка чуть похуже. Ее по ветру пораскидывало. Плюс здесь от сайги есть пробоины в этой мишени. Но их видно сразу. Они вон черные. Фотки я вам сейчас покажу. Мишени обсчитанных. Первую группу я вам показал, которая на видео. Пятерки. Потом я сделал еще две группы. Последняя группа. Здесь я еще и крутил прицел. То есть выводил его в ноль. Чтобы отдать клиенту. Потому что шестерка без прицела. Пятерка с прицелом. И на 100 метров. Вот у меня есть. Здесь даже я сделал под 10 выстрелов. Или сколько там в барабане. Ну короче по барабану сделал. Сейчас посмотрю сколько в барабане. 8 или 9 или 10. В шестерке в магазине 8 пуль. И соответственно у нас здесь по магазину. Ну вот и посчитаем. Ну на 100-ку неплохие группы-то получились. Шестерки. То есть как обещал отстрелялся и на 100-ку. Да, процесс заснять не получилось. Ну уж тут сами решайте верить. Нет, но здесь не сверх рекордные результаты. не спортивная конечно кучность. Но для охоты мне кажется выше крыши. Ну и что же сказать заключение. Прикольная винтовка. Интересная. Однозначно стоит своих денег бесспорно. И меня умиляют комментарии где там пишут ой 65 это дорого. Сейчас она кстати стала дороже стоить. 69 ее цена. Но поверьте она стоит того. Здесь все достаточно лаконично, гармонично и интересно. Наклонный мостик позволяет стрелять надалеко. Это винтовка городского охотника. Скорее. Вот именно в таком варианте стандарт я вижу такое предназначение. Да, она позволяет со стола пострелять, поразвлекаться, плинг какой-то. Но как я уже сказал для спорта возьмите другую винтовку. Ее стезя все-таки кроухантинг, автоохота какая-то и все, что с этим связано. Ну я думаю вы понимаете о чем идет речь. И магазин с отложенным выстрелом вы сможете быстро и безопасно отложить выстрел и поехать дальше. Плюс здесь есть предохранитель. То есть у нас двойная система надежности. Предохранитель и отложенный выстрел. Данное изделие все-таки позволит вам обезопасить ваши зеркала и люки. Однозначно. Полнотелую тему я хочу обойти стороной потому что стрелку я не настраивал на полнотел и достаточно спорно все это дело получается. Я знаю что были конфликтные ситуации на эту тему и позиция производителя сейчас достаточно жесткая в этом ключе. Я на полнотел винтовки эти не настраиваю. Я работаю с ними по валанчикам то есть в редукторной схеме. На прямоток я настраивать их не буду даже не просите. Это на ваш страх и риск. Заказывайте комплекты за редукторный объем заказывайте пружины. По пружинам здесь тоже есть ряд нареканий но об этом вы уже слышали. Ну вот на этом все. Надеюсь удовлетворил все претензии и добавил вам изменений. Я надеюсь я дополнил тот обзор который в принципе я и так считаю самодостаточным. Ваша обратная связь она очень ценна и для меня и для производителя этих винтовок потому что он отслеживает и он в постоянном доступе вы можете напрямую с ним общаться. Спасибо большое за просмотр. Лайк подписка покупайте хорошее изделие стреляйте далеко и точно. До новых встреч пока. Ну все пятерочка пошла шестерка еще пока в процессе. шестерка шестерка